А мне очень нравится, как реагируют российские бабеты, товарищи российские женщины, которые пишут одно за другим вот эти вот сцикливые обращения. Товарищ Путин, наш дорогой президент, вы сказали, что их не отправят на первую линию, а их отправили. Неужели вы нас обманули? Мы не верим, что вы нас могли обмануть. Ну, в общем, протестуют так, что просто ужас. Но вопрос в том, что эти люди, которых мобилизовали, они с большой вероятностью никогда не вернутся домой, потому что они там погибнут, вот и все. Так что это прекрасно. Что им поможет умереть в украинских степях, в районе терриконов и в других точках? Конечно же, украинское оружие. И мы сейчас об этом поговорим. Так что подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. А я Роман Цымбалюк. Да, за подписку буду благодарен, потому что еще чуть-чуть и будет миллион. А это золотая кнопка, нос кверху, слава, почет и так далее. Но этот путь, он тернистый. И вообще, жизнь она очень и очень конкурентна. Во всех сферах жизни. Это касается и Ютуба, и дронов. Но в данном случае я не занимаюсь рекламой дронов или фирмы. Я выполняю пожелания украинских военных, которые сказали, что нам нужно этих дронов больше. Почему? Ну, например, можно в качестве презентационного материала начать вот с этого. Это мне везут зимнюю резину. Колеса там 4. В принципе, все продукты такого рода, они могут быть двойного назначения. Они могут привозить резину вам, а могут бросать бомбы на головы врагов. Давайте посмотрим, как это колесо обозрения поднимает 4 колеса. Сразу хочу предупредить, что эти дроны, они несовершенные. Они не могут сбросить вот эти вот колеса, то есть покрышки таким образом, чтобы они сразу раз упали с неба и как будто ты уже был на замене резины. Так не получится. Все равно приходится ехать на сервис. Ну, жизнь, она сложна и не идеальна. Но, как вы знаете, у нас многих позвали в армию. И нас и журналюги воюют, и повара, и мясники, и айтишники, и врачи. Да, любую профессию возьми. Оно, собственно говоря, мы тут все граждане и все в этом плане одинаковые. Так вот, наступает иногда момент, когда и дроны тоже уходят служить в армию. Выглядит это примерно так. Покажу вам сюжет с вашего любимого канала 1 плюс 1. Я знаю, что вы сейчас напишите в комментариях. Но в данном случае это не важно. Вот и вы подивите. Это мы его можем назвать Святий Миколайчик, або Дід Мороз, который доносит подарки до негарных людей. Подарки, как вы видите, могут быть в досталь, без внимания, никто там не остается. Ворог не пометит, потому что досить хорошую высоту берет. Да, чтобы подарков хватило всем, я тут вас все-таки попрошу зайти по этой ссылочке, которая есть в прикрепленном комментарии. И если каждый из вас отправит по одному доллару на этот проект, то мы его полностью закроем. Потому что идея сейчас собрать денег на 100 дронов. Тут идея в чем заключается? Чтобы был базовый заказ, который позволит, соответственно, расширить производство. В этом все дело. Они же производятся. Вопрос в количестве. Просто если у тебя нет оборотных средств, ну, тот, кто был в бизнесе и хотя бы чуть-чуть в этом варился, понимает, что если нет оборотных средств, то ты можешь, конечно, это развивать. И, может быть, через какое-то количество лет ты выйдешь на эти объемы производства. Это касается не только дронов, а любой продукции. Ну, тут, видите, подарки вот нужно вот уже сейчас. Николай Святой, Дед Мороз, Санта-Клаус, как хотите, называйте его. Он уже готов. Вообще скоро Новый год, друзья мои. Чтобы всем были подарки, нужно постараться. Смотрите, как это будет выглядеть. Я увидел такой вот рисунок. Смотрите, ну, чисто практически наш дрон, да. Такой же большой, ударный, тяжелый. И бросает, ох, ничего себе. Не знаю, могут ли наши дроны, Святые Маколаевчики, раздать вот такие подарки по размеру. Но 120-е мины они поднимают. И в рамках нашей супер-презентации я вам это сейчас все покажу. В общем, нужно не полениться. Не полениться и зайти по ссылочке и отправить один доллар. А если у вас есть возможность больше, это будет круто. Вообще это, ну, для кого-то пачка сигарет. Хотя, блин, сейчас никто не курит. И, во-вторых, по-моему, сигареты уже давно доллар не стоят. Я не знаю, честно говоря. Потому что давно этими вредными привычками такого рода не страдаю. Поэтому не полениться. Есть у нас полениться, полянеться. А есть не полениться. То есть надо не полениться и зайти и задонатить. Я вам буду очень-очень благодарен. И, слушайте, в историческое время мы живем. Может быть, именно ваш доллар будет решающим в данном деле. Согласитесь. Почему поддержать этот проект? Богоугодное дело. И Санта-Клаус вас тут отблагодарит. Потому что это выглядит примерно вот так. Будет немножко пафосной музыки. Но тут мы смотрим в первую очередь на возможности. На военные и на боевые. От себя скажу, что вот эти вот птицы, они вообще здоровые такие. Они летают на 15 километров. И могут отправить на 15 километров 40 килограмм груза. А 40 килограмм груза это дофига. Открою вам военную тайну. Немножечко они обеспечивали партизанов на Херсонском направлении. Ну, по крайней мере, мне так сказали. Я в данном случае в военной операции мы влазить не будем. Но факт остается фактом, что 40 килограмм это нормально. Мы же все когда-то летали в самолетах с одним билетом стандартным. Обычно чемодан на 20 килограмм. А тут два таких чемодана. Ну, это может быть бомбы, могут быть боеприпасы. Можно, кстати, можно, кстати, оснастить его специальной капсулой для транспортировки боевых ядовитых комаров, о которых рассказывала Захарова. Музыка поэтическая. Что тут интересно в этом деле? Что, ну, собственно, у них три базовых модели. И самая такая тяжелая, она на шести винтах. То есть это не квадрокоптер, а октер. Вообще, вот только что полетели, знаете что? Мины 82-го калибра, 82-е. Тут важно посмотреть, сколько их. А это мой любимый кадр. Мне кажется, он прекрасный. После тяжелого полета и сброса 82-х миллиметровых мин можно отправиться на базу. Есть у меня еще один видосик. Тут один дрон. Я вам все равно его покажу. Вот это буквально минутка. Почему? Потому что там 120-я мина. 120-я мина. Вы представляете вообще, какая она? Это вот такая... Ну, в общем, она тяжелая. И очень опасная. Да, смотрим. Зафигачили аккумуляторы. Так интересно было. Я же был в этом на производстве. Как вот дорабатывалась вот, например, штука. Как сделать так, чтобы быстро цеплялась. Давайте-ка посмотрим. Что это у нас? Мышеловочка такая, да. Кстати, вот это ноу-хау. Я вот нашим специалистам... Не специалист, специалистам, но имеется в виду не инженерам, а военным показывал. Они говорят, вот это очень прикольно, что можно подсоединить мину в одно движение. Только вот вы смотрите, оно так вот выглядит очень красиво. А знаете, какое замечание мне сделали военнослужащие? Очень простое, что нельзя брать мину и вот таким вот образом ее, ну, как заносик или, в общем, там, где взрыватель, ее так нельзя цеплять. Потому что может быть большой бум. Это я к тому, что вот насколько... насколько важны нюансы в этом деле. Но задачу инженерную, она выполняется. То есть одно движение, мина защелкивается, и, соответственно, она готова к полету. Извините, я просто хочу все 120-ю мину показать. Это, по-моему, настоящий подарок. Не знаю, что это за город. Может быть, это уже Москва. Вот это вот, собственно, 120-я мина. Ну, тут видно, что вот эта мина ненастоящая. Ну, в смысле, там кое-чего не хватает. Специалисты, в общем, понимают. Полетели, и будем отвечать на вопросы. Что называется, все познается в сравнении. Когда далеко, 120-я мина не выглядит такой страшной и большой. И не выглядит тяжелой. Оп! Это мой любимый кадр. С Новым Годом! Хэппи Нью Йе! Товарищи российские оккупанты! Что там нам говорит Святой Миколай? Ага. Да. Счастливого Рез 2! Потворы. Да. Так что, друзья, я, считайте, презентацию закончил. За это вам большое спасибо, что вы все это посмотрели. Подписывайтесь на канал. И, конечно же, заходите по ссылке в закрепленном комментарии. Я вам буду очень и очень благодарен. Мы, кстати, чтобы вы знали, собрали уже больше 12 тысяч долларов. Конечно, до миллиона, кажется, далеко, но это 12 тысяч долларов. Это как минимум один точно полноценный дрон. Вот такой большой и тяжелый. Так. Будем смотреть, что у нас с вопросами. Да. Еще раз. Не полениться. Не полениться. Полениться. Поляныться. Не полениться. Не буду ледоцюгою. За это по посыланию и за донат. Подаемся. Тут вообще с дронами, со всеми этими делами. Тут у нас, во-первых, и много производителей. И вообще с нашей военной говорят так. Вот я говорю, а какие дроны надо? Обычно ответ всегда один. Нужны разные и много. А в этом деле, то они придумали такую интересную приблуду в части борьбы с рэп. И вот то, что я вам там показывал, кусочек фрагмента из 1 плюс 1, то это же боевое застосование. То есть я к тому, что они летают, они производятся. Просто нам хочется, чтобы они вот так вот прилетели на позицию мобилизированных солдат российских. И сразу их отправили в рай. Как им Путин обещал. Чтобы они тут вреда не приносили. Чтобы не надо было всех отстреливать на подходах к Бахмату. К Бахмату. Немножечко так заранее. Бам-бам-бам. А их жены потом будут говорить. Владимир Путин, вы же нам обещали, что их на войну не отправят. А тут раз и получилось именно так. Хотя так странно, да? Их мобилизировали в армию. И вот эти вот десятки. Слушайте, как это вообще возможно? Десятки однотипных заявлений российских женщин. Которые в принципе меня удивляют. Только не то, что удивляют. Они какие-то, ну да, удивляют. Потому что, что по сути получается? Вот смотришь такие видосики. В чем там главный смысл? Главный смысл, что эти ребята, они же жалуются на что? В основном их самки жалуются. На плохое снабжение, на плохое питание, на плохое вооружение. На плохие отношения офицеров. На коррупцию в армии жалуются. На много чего жалуются. Единственное, что путинские... Нет, не путинские. Что-то я совсем так. Российские солдаты. Российские мобики. Они не возмущаются тем, что их гонят убивать украинцев. Вот в этом проблема. И чтобы им проветрить мозги, или отделить мозги, как угодно, то нужны дроны. Их нужно много-много-много. Разных и разных. Ну вот эти вот... Еще раз. Их в этот... Ну назовем это место гаражом. Хотя это уже не гараж. Ну пусть будет условный гараж. Билл Гейтс тоже начинал в гараже. И теперь что? Ого-го, да? Я что-то не просто так попал. А взяли мне за ручку. Причем уже достаточно давно. Не военные говорят, что вот это вот нормально. Вот это вот надо. Поэтому, друзья мои. Больше оптимизма и помощи вооруженным силам. Поэтому я вас благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал. Еще раз. Кто только что подсоединился к стриму, вы можете немножко назад, там посмотрите наши супер-дроны. Ссылочка, как поддержать проект в закрепленном комментарии. Там заходите и все. Если, слушайте, нас на стриме даже вот в конце 5,5 тысяч. Если каждый отправит по доллару, будет 5 тысяч долларов. Это половина дрона. Вот железная половина дрона. Там разные модификации и разные приблуды. Которые можно цеплять, а можно не цеплять. Ну, вот 5,5 тысяч – это вот половина комплектации. Фул! Только без панорамной крыши. Но зато с приблудами, которые позволяют летать над репами. Ну, тут этот вопрос в деталях, он… Там немножечко все интереснее. Эту тему мы техническую обсуждать не будем. Но тот, кто, если кого-то заинтересовало, вот там вот по ссылочке к донатам заходим. Там есть переход на сайт. И там есть контакты ребят, которые готовы пообсуждать, пообщаться. И поотправить вам ваш дрон. Как они его назвали? Святый Миколай, да? В сюжете 1 плюс 1. Ну, отлично. Дед Мороз. Разводит российским оккупантам по подарке по головам. Вот так. Друзья мои, всем спасибо. Спасибо за поддержку проекта. Это самое главное. В любом случае, мы прекрасно знаем. Будет тяжко, не всегда комфортно. Но Украина была, е и будет. А инфраструктуру мы все восстановим. Людей не вернешь. Вот это самое страшное. Но это война. Война за выживанием. Называем вещи здесь своими именами. Все. Чао. До встречи.